Доброе время суток. Я Левашов Вадим Леонидович, риелтор с 17-летним стажем, директор Центра недвижимости Купидон. Я расскажу вам, на что следует обращать внимание при анализе документов на выбранный вами объект недвижимости. Список документов, необходимый для сделки купли-продажи, большой, и для каждого вида недвижимости разный. Сегодня я расскажу о некоторых важных моментах, на которые нужно обращать внимание при покупке именно земельного участка. Попросите у продавца документ, который называется «Кадастровый паспорт земельного участка» или «Выписка из государственного кадастро недвижимости». Посмотрите на 16-й пункт, который называется «Особые отметки». Если в этом пункте есть слова «Площадь ориентировочная подлежит уточнению» или «Границы участка не установлены в соответствии с действующим законодательством», это означает, что участок поставлен на кадастровый учет по упрощенной схеме, без межевого дела. Такое участок купить можно. Сделка пройдет в регистрационном центре. Право будет зарегистрировано. Но есть опасность, что есть споры по границам участка или есть обременение. И даже возможно, что физическое расположение участка, который вам показывал продавец, на месте, не совпадает с расположением на генплане или электронной карте района. Далее. В этом же документе, в первом пункте, указан кадастровый номер земельного участка. Этот номер вы также можете увидеть в свидетельстве о государственной регистрации права. На портале Росреестра зайдите в раздел «Публичная кадастровая карта». Этот ресурс можно найти, набрав в любом поисковике, например, Яндекс, словосочетание «Публичная кадастровая карта». На странице с картой в левом углу есть окошко для кадастрового номера. Занесите туда, без пробелов, кадастровый номер того участка, который вы выбрали. Если участок прошел межелание и поставлен на кадастровый учет, вы увидите его схему. Обратите внимание на площадь и адрес участка. Они должны соответствовать тому, что написано в кадастровом паспорте и в свидетельстве о регистрации. А схематическое расположение участка, схема подъезда к нему, схема соседних участков, соответствует тому, что вы видели своими глазами, когда вам показывал участок его хозяин. Это несложные действия, но они позволяют вам избежать многих рисков при покупке земельных участков. В следующий раз мы поговорим о других важных моментах безопасных сделок с недвижимостью.